МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Тело пропавшего жителя Тимиртау Алексея Руколия нашли забетонированным в подвале. Как удалось выяснить полицейским, его убили из-за денег. В июле 2019 года будет запущен магистральный газопровод, который обеспечит природным газом жителей Карагандинской области. В правительстве презентовали новый проект. В Карагандинской области стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills. В чемпионате рабочих специальностей будут соревноваться студенты из 10 колледжей. Обо всем более подробно. Тело пропавшего жителя Тимиртау Алексея Руколия нашли забетонированным в подвале. Погибший 28-летний мужчина числился пропавшим без вести. Родные видели его в последний раз живым 30 декабря прошлого года. Как удалось выяснить полицейским, его убили из-за денег. Дядя погибшего Алексея Олег Холодарь до сих пор в шоке от известия, что его племянника не просто убили, а замуровали в подвале. Он уверен, что целью убийства стала крупная сумма денег, которая появилась у Алексея после продажи квартиры. По мнению Олега, преступники могли пытать молодого человека, чтобы выведать пин-код от банковской карты. А все остальные действия – это не что иное, как попытка скрыть следы преступления. А после того, как узнали пин-код от этой карточки и уже поняли, что натворили таких делов, совершили вот это преступление, убийство. То есть убийство совершено было, по моей версии, с целью сокрытия вот этих всех преступлений. И подтверждение моей версии – то, что они сокрыли труп. Это же надо умышленно вызвать песок, балласт, цемент, завершать раствор и залить. Двоих подозреваемых задержали после того, как они сняли все деньги с карты Алексея. Они же и показали место захоронения. Труп 28-летнего мужчины со множественными ножевыми ранениями обнаружен в забетонированном погребе одного из домов в городе Тимиртал. На сегодняшний день подозреваемые лица задержаны, проводятся расследования. Задержаны двое, но Олег Халадарь заявляет, что был и третий соучастник. Сегодня он объявлен в розыск. Получается, двоих задержали, а один находится в розыске. Находится в розыске. Мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы оперативники наши сработали хорошо и слаженно, ускорили задержание и раскрытие этого преступления. Ну и чтобы, естественно, люди, совершившие такое преступление, не ушли от уголовной ответственности. Понесли по полной мере, что предусмотрено законом. В Страже порядка в очередной раз настоятельно советуют гражданам не доверяться малознакомым лицам. А лучше вообще никому не сообщать о наличии крупной суммы денег. Родственники погибшего надеются, что убийцы понесут самое строгое наказание. Для своих соседей и друзей Алексей Руколь останется в памяти добрым и отзывчивым человеком. Леха, для Леха нет, он вообще никому никогда не жил. Он всегда дружелюбный был, всегда он со всеми разговаривал, со всеми общался, со всеми. Никогда, ни по работе, ни. Ну и всегда, всегда нормально с ним разговаривали, общались. Зла никогда не было. Карагандинские коммунальные службы ликвидировали последствия аварии на трубопроводе. 13 марта несколько улиц микрорайона Юго-Восток залило горячей водой. По словам очевидцев, длина разлива воды составила примерно один километр. Со стороны корзины на проспект Республику шли сильные потоки воды. Из-за густого пара автомобилисты передвигались с минимальной скоростью, что создало большую пробку. В компании «Теплотранзит Караганда» сообщили, что прорыв был обнаружен около 4 часов дня. На ухудшенный режим теплоснабжения переведены 144 многоэтажных жилых дома. Полностью теплоснабжение не было прекращено. Насосные станции внутриквартальные, которые в микрорайонах расположены, остались в циркуляционном режиме работать. Единственное, произошло снижение по температуре теплоносителя. Устранение дефекта, возникшего уже на стадии завершения, буквально 10-15 минут. Наши работники должны уже закончить сварочные работы. И мы приступим к заполнению дефектного участка и включению теплоснабжения этих микрорайонов. На восстановление качественного теплоснабжения у нас еще уйдет порядка 2-2,5 часов. В правительстве презентован проект по строительству магистрального газопровода Сарарка. На заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Бахачана Загентаева министр энергетики Канат Бузумбаев рассказал, как будет реализовывать поручение президента. В рамках исполнения поручения главы государства в Министерстве энергетики было проведено селекторное совещание с участием заинтересованных госорганов Акиматов Казалардинской, Карагандинской, Акмолинской областей и города Астана, а также Фонда национального благосостояния Самрухазана, на котором была одобрена дорожная карта по реализации проекта газификации и сформирована рабочая группа. Мы договорились обеспечить разработку и утверждение ПСД и отвод земли для прокладки магистрального газопровода по маршруту Казаларда, Джисказган, Караганда, Тимиртау, Астана. Ответственные исполнители Минэнерго, Министерство индустриального развития Акиматы Казалардинской, Карагандинской и Акмолинской областей и Кастрансгаз. Срок июль 2018 года. Также министр отметил, что необходимо определить схемы финансирования проекта путем привлечения средств международных финансовых институтов. Канад Бузумбаев подчеркнул, что фонду Самрухазана необходимо создать или определить дочернюю организацию для реализации проекта и сформировать уставной капитал. Приступить к строительству магистрального газопровода и провести торжественную церемонию сварки первого стыка газопровода планируется уже в начале июля текущего года. Также министр отметил, что в целях заполняемости газопровода и обеспечения поставки газа потребителям властями Карагандинской, Акмолинской областей и Астаны необходимо ускорить проектирование и строительство газораспределительных сетей с синхронизацией сроков завершения магистрального газопровода к июлю 2019 года. Напомним, что глава государства 5 марта в своем обращении народу Казахстана поручил реализовать проект строительства магистрального газопровода Сара-Арка по маршруту Казаларда, Жасказган, Караганда, Тимиртау, Астана. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Строительство газопровода и введение новых условий ипотечного кредитования решит актуальные на сегодня проблемы. Мы продолжаем получать отклики карагандинцев на пять социальных инициатив, озвученных президентом страны 5 марта. Самое главное для человека – это наличие жилья. Обеспечить квартирами своих граждан желает каждое государство. Однако далеко не у всех это получается. Сегодня в Казахстане проживают свыше 4 миллионов семей. Теперь у всех появляются новые возможности. Для этого будет реализовываться новая президентская программа 7-20-25. В первую очередь это кого касается? Вопросы жилищного строительства, обеспечения доступным жильем. Это касается тех людей, которые имеют невысокую заработную плату. В пределах 25 расчетных месячных показателей, это где-то 60 тысяч с небольшим, если такие люди с этой заработной платы, теперь получают возможность участвовать через кредитование в приобретении жилья. Почему? Потому что процентная ставка годовая уменьшена до 7%. Что первоначальный взнос вместо прежних 30-50% составляет всего-навсего 20%. Что срок уплаты погашения этого кредита вместо 10-15 прежних лет растягивается до 25 лет. Это очень большая помощь и поддержка для тех людей, которые хотят обзавестись собственным жильем. Предложенные президентом пять социальных инициатив являются доказательством того, что экономика Казахстана достигла значительного уровня, который позволяет заниматься реализацией таких крупных и важных социальных проектов. Общественные деятели Караганды уверены, что в современных условиях развития социальных инициатив станет основой формирования казахстанской модели социального благополучия. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В текущем году на реализацию 280 проектов в рамках программы «Рухан и Жанру» планируется выделить 500 миллионов тенге. Такие данные привели на заседание экспертного совета. Участники совещания обсудили шаги, которые необходимо предпринять для реализации программы «Рухан и Жанру». О модернизации сознания говорят с момента выхода стратегической статьи президента Булашака Багдар «Рухан и Жанру». Если раньше программы, инициированные главой государства, воздействовали на конкретные области, то программа «Рухан и Жанру» затронула все сферы жизнедеятельности. В этом ее главная уникальность. В настоящий момент на территории всей страны идет масштабная работа по реализации общенациональной программы. Карагандинская область является несомненным лидером по разработке проектов. В текущем году на территории региона будут осуществлены еще несколько сотен различных проектов. У нас в этом году предполагается 280 проектов реализовать только по Карагандинской области. 280. Четыре подпрограммы основные и 280 проектов – это очень серьезная работа. Мы планируем так, что это пройдет порядка 10 тысяч различных мероприятий внутри себя, каждого этого 280 проектов. Там предполагается проведение самых разных мероприятий, участие большого количества людей, порядка 800 тысяч, мы предполагаем, населения, самого разного возраста. Глава региона Ерлан Кошанов рассказал о работе регионального проектного офиса программы «Рухани Жангру», а также поведал о масштабах реализации программы. До 2022 года мы планируем реализовать 431 проект на общую сумму в 12,4 миллиарда тенге. Мы прекрасно понимаем, что эту работу невозможно осуществить за один день. Все эти проекты долгосрочны. Они преследуют единую цель для всей нации. Мы на постоянной основе контролируем работу проектного офиса программы «Рухани Жангру». Именно в этом офисе принимаются решения об утверждении проектов. Особое внимание член экспертного совета уделили обсуждению под программой «Тарбье Жанебылем». Была отмечена необходимость разработки учебников по краеведению для учебных заведений страны. Также председатель Центрального экспертного совета Ерлан Садыков подчеркнул важность разъяснения основных положений книги президента под названием «Эра независимости». Книгу главы государства «Эра независимости» можно назвать «Энциклопедией независимости Казахстана». Это не только отличное учебное пособие для школьников, но и книга, которая должна быть в доме каждого казахстанца и передаваться от поколения к поколению. Поэтому я предлагаю организовать курс лекций для школьников и студентов вузов об основных положениях этой книги. В завершении член экспертного совета отметили, что необходимо заострить внимание на строгом отборе проектов. Каждый проект непременно должен соответствовать содержанию программы «Рухани Жангару». На Самаркандском и Щерубай-Нуринском водохранилищах начат сброс воды, с тем, чтобы к 20 марта обеспечить минимальный объем. Об этом в ходе аппаратного совещания в областном Акимате доложил заместитель Акима Анатолий Шкарупа. Всего на территории 34 населенных пунктов области построено и отремонтировано более 53 километров дамб и валов. Проведено спрямление, берегоукрепление и расчистка 7 километров русел поводковоопасных рек. В нынешнем году Карагандинская область как никогда готова противостоять весеннему половодию. Приведены в полную готовность 426 формирований аварийно-спасательных служб численностью более 7 тысяч человек. Об этом доложил заместитель Акима области Анатолий Шкарупа. Не менее важной стала и работа с населением. В целом по области проведено в рамках подготовки к паузскому периоду 75 сходов с населением с охватом более 7 тысяч человек. Здесь главная задача у нас предупредить население и не допустить таких нелепых человеческих жертв, которые мы имели в прошлом году. Кроме того, уже начин сброс воды из Самаркандского и Шурубай-Нуринского водохранилищ. Для того, чтобы к 20 марта обеспечить минимальный объем этих водоемов. В целом по области на сегодняшний день наблюдается стабильный ледостав. Все реки находятся в зимнем режиме. На сегодняшний день те температурные режимы, которые у нас есть, они нам благоприятствуют для нормального прохождения паводного периода. Отчитался Анатолий Шкарупа и по результатам ликвидации чрезвычайных ситуаций во время бурана, который разразился 7 марта. Имели место отключение электроснабжения в Абайском, Асакарском, Мултавском, Машинском районе. В праздничные дни электроснабжение восстановлено, отключения нет. Сейчас все идет в штатном режиме. Также из-за ухудшения погодных условий имели место случаи срыва кровли бюджетных организаций жилых домов. Два случая в городе Караганде, один случай в Шахтинске и в Женовкинском районе. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде проводится массовая профилактическая работа по повышению религиозной грамотности. Очередное мероприятие, нацеленное на возвышение религиозного самосознания, прошло в филиале компании КИГОК. Более полсотни сотрудников компании приняли участие в мероприятии под названием «Религиозная безграмотность. Начало экстремизма». В результате многовекового сосуществования нескольких религий в Казахстане сложился религиозный баланс, который обеспечил стабильность и толерантность в обществе. Но, несмотря на это, в последнее время мы часто слышим о наших соотечественниках, погубивших в свои жизни, вступив в нетрадиционные религиозные объединения и культы. Чтобы искоренить подобные случаи, власти города уделяют особое внимание оздоровлению религиозной ситуации в регионе. В связи с этим инспекторы сектора по делам религии и межконфессиональных отношений проводят мероприятия, направленные на повышение религиозной грамотности населения. Одно из таких мероприятий прошло в филиале компании КИГОК. Целью мероприятия являлось повышение религиозной грамотности. Также сотрудникам были разъяснены поправки законопроекта по вопросам религии. Кроме этого, работникам объяснили, как различать традиционную религию от псевдорелигиозных сечений и, конечно же, проявлять толерантное отношение к другим вероисповеданиям. Проведение встречи на тему религиозной безграмотности было совместным решением руководства филиала компании КИГОК, отдела внутренней политики города и молодежного ресурсного центра. Сотрудники компании отчетливо понимают важность возрождения религиозного сознания людей, а потому всегда поддерживают подобные инициативы. У нас на постоянной основе проводятся мероприятия, где с нами ознакомлены с правовыми методами предупреждения распространения идей религиозного экстремизма, а также вовлечения в течение и культы. Также нашим специалистам на постоянной основе делают разъяснения, поправки законопроекта по вопросам религии. В ходе мероприятий инспекторы сектора по делам религии выступили перед аудиторией с информативными презентациями. В своем выступлении они подчеркнули, что необходимо быть бдительными при выборе литературы на религиозную тематику. Для 80 участников была организована тренинг-игра, а также были показаны видеоролики о религиозных течениях. Токжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills Казахстан, который также известен как Олимпиада рабочих рук. На протяжении трех дней 20 участников со всей области будут бороться за призовые места в трех категориях, как графический дизайн, мехатроника и веб-дизайн. Сформировать механизмы кадрового обеспечения по техническим профессиям на основе международных стандартов. Такова миссия проекта WorldSkills. На сегодняшний день в данной международной ассоциации состоят более 70 стран, в том числе и Казахстан. Основная цель чемпионата – популяризация рабочих профессий. В этом году региональный этап чемпионата WorldSkills прошел в Карагандинском политехническом колледже. Цель, конечно, данного чемпионата – это популяризация рабочих профессий, это обмен опытов наших студентов, это в конечном итоге конкурентоспособность этих ребят, умение быть лучшими на этом рынке труда, трудоустраиваться. И, конечно же, это именно качество наших профессиональных стандартов и профессионального учения. В этом году чемпионат проводится по трём компетенциям – веб-дизайн, графический дизайн и мехатроника. Эксперты заявляют, участие в чемпионате открывает много возможностей перед студентами. При проведении мирового WorldSkills, национального WorldSkills присутствуют работодатели. Поэтому работодатели, внешние эксперты могут выбрать себе потенциальных будущих специалистов. Участники уверены – чемпионат WorldSkills откроет перед ними много дверей на пути к будущему, полному успехов и достижений. Я думаю, что этот чемпионат позволит мне показать себя, а также приобрести ценный опыт. Я уверен, что это важный шаг к поступлению в университет и дальнейшему личностному росту. Стоит отметить, что четвертый год подряд колледж области принимает активное участие в чемпионате WorldSkills. Победители межрегиональных этапов ждет национальный чемпионат, который пройдет в столице. Торжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцы Айбар Уразалы и Жандос Куаншпеков завоевали серебряные медали в двух весовых категориях на чемпионате Азии по грэплингу, который проходил в Бишкеке. На специальной пресс-конференции спортсмены рассказали о своих впечатлениях и дальнейших планах. Сборная Казахстана второй год подряд сохраняет за собой лидерство на чемпионатах Азии по грэплингу. Отечественные спортсмены вернулись из Бишкека с победой в командном зачете. В составе звездной команды и наши земляки Айбар Уразалы и Жандос Куаншпеков. Спортсмены завоевали серебряные медали в двух весовых категориях. Для Айбара этот чемпионат стал первой мировой ареной. Тем не менее, он сумел продемонстрировать отменную подготовку. Айбар является мастером спорта по джиу-джитсу и греко-ремской борьбе. Однако из множества видов единоборств спортсмену больше полюбился грэплинг. В этом виде спорта мне комфортнее больше всего. Мы больше используем технику борьбы лёжа, поэтому в грэплинге меньше риска получения травм. Также здесь больше возможностей для использования болевых и удушающих приёмов. Я занимаюсь грэплингом уже четыре года. Моя заветная цель – поднять флаг Казахстана на чемпионате мира. Тренер серебряного призёра Марат Куджанов рассказывает, залог успеха его подопечного – это целеустремлённость и упорный труд. Спортсмен демонстрировал отличный результат, пока не уступил финальной схватке кыргызстанскому Палуану. Его тренер допускает, что если бы соревнования проходили в другой стране, Айбар смог бы стать чемпионом Азии. Айбар уступал только в разделе грэплинги, провёл три схватки. Финальную схватку, к сожалению, проиграл одним баллом. Ну, немножко было сомнительное решение судей. Поэтому думаю, что если бы на другой территории проходили бы соревнования, может быть, Айбар смог бы первым. Айбар у Розала не намерен останавливаться на достигнутом. Его следующая цель – чемпионат мира по грэплингу, который впервые пройдёт в Астане. Тренерский штаб отмечает, в последние годы грэплинг набирает всё больше популярности среди любителей единоборств. Поэтому шахтёрская земля богата на сильных спортсменов, которые смогут достойно представить не только нашу область, но и весь Казахстан. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это всё, о чём мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саубалым, здорово.